И сегодня же губернатор провел заседание оперативного штаба, посвященное мерам по преодолению последствий непогоды. Сергей Баженов оценил работу городских властей по борьбе со стихией как неудовлетворительную. Так, из 180 снегоуборочных машин, которые должны были выйти на расчистку дорог, прошедшей ночью работали только 48. Эта ночь, по прогнозам синоптиков, тоже будет непростой для жителей Волгограда. Порывы ветра усилятся, температура опустится до 9-11 градусов ниже нуля. В этих условиях дороги необходимо чистить уже этой ночью. Чтобы обеспечить технике свободное движение, в городе будет введен запрет на движение по Волгограду транзитного транспорта. Дорожники, заверил первый заместитель главы администрации Волгограда, будут работать всю ночь, чтобы уже к 7 часам утра основные магистрали областного центра были расчищены. Кроме того, Алексей Кореньков заявил, что 11 декабря возможно временное прекращение занятий в начальных классах. Мы примем меры по до начальную школу, все-таки, наверное, мы приостановим завтра учебу в начальной школе, с целью, чтобы, мы знаем, детишки все самостоятельно не ходят, а ездят с родителями на машины, чтобы эту нагрузку убрать. Прийти на помощь городскому хозяйству власти региона попросили и руководителей всех крупных предприятий города, военных, а также ректоров вузов Волгограда, где имеется крупная техника, тракторы и автомобили, которые также могли бы выйти на расчистку дорог. Проявить бдительность нужно будет в течение ближайших суток и представителям волгоградских ресурсоснабжающих компаний. У нас следующий разговор должен пройти с электриками, потому что сейчас налипание на провода, мороз, сейчас начнет рвать лэпы, всю электропроводку, ну и вообще внутриквартальные сети электрические. Поэтому просьба переясла вот здесь, Юрий Тихонович, надо попросить и морозка, нужно попросить горы электросети и попросить, естественно, облэлектро, чтобы сегодня вот эти гололедные мероприятия проводили в ночь. И еще губернатор рекомендовал в каждом районе Волгограда создать оперативные штабы, которые бы в режиме нон-стоп отслеживали ситуацию в городе, чтобы не допустить затора на трассах и иных чрезвычайных происшествий в областном центре. Ольга Макарова, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба». Ахтуба.